Пожалуйста, присаживайтесь, как вам удобно. Дорогие друзья, разговор у нас сегодня очень непростой, как мне кажется, очень интересный. Сегодня говорить мы с вами будем о карме. Этой весной в издательстве Бамбора вышел мировой бестселлер йогина Садгуру, который так и называется «Карма». Для тех, кто еще не знаком с книгами и практиками Садгуру, это индийский мыслитель йог, практикует асаны и пранаяму с 12 лет. Его приглашают с лекциями в Оксфорд, ООН, Бугл, также он бывал в России. О книге Садгуру сегодня поговорим с Максимом, но я надеюсь, о карме в целом, возможно, о каких-то восточных практиках, о философии также будет у нас возможность сегодня поговорить. Дорогие друзья, как всегда, не стесняйтесь, просто присоединяйтесь к нашей беседе. Как только у вас появляются вопросы, просто поднимайте руку, и с места можно будет спросить у нашего сегодняшнего гостя то, что интересует вас больше всего. Ну, а я начну с, наверное, такого общего вопроса по поводу кармы. Дело просто в том, что, когда ознакомился с книгой, обратил внимание, что у Садгуру карма – это действие. Это кажется таким не совсем, может быть, простым для понимания моментом. Расскажите, пожалуйста, как вообще это так получается? Добрый вечер, друзья. Ну, во-первых, давайте аплодисменты немножко поярче, сами себе, за то, что вы уделяете время. Я вам перед себе. Тема действительно удивительная, тема действительно завораживающая. Мы все сталкиваемся с кармой, наверное, каждый Божий день. Поэтому мне бы хотелось узнать, насколько понятие кармы вам знакомо, что вы вкладываете в это понятие, пока мы не приступили к труду Садгуру. И представление, в моем представлении о карме, давайте, пожалуйста, вы поделитесь своим видением. Как вы считаете? Вопросы можно задавать из зала, прям громко. Сейчас мы выявим сразу активистов, людей, которые готовы броситься в грудью на абразуру. Это тоже путь кармы, это тоже предмет действия. Пожалуйста, какое ваше отношение к армии? И как по-вашему, что это такое? Что оно лично для вас? Я считаю, что карма – это наш личный выбор. Карма – это наш личный выбор. Ну, конечно, отчасти, да. А что выбрали вы для себя? Какой вид кармы? В таком случае – жизнь. То есть жизнь есть карма, да? Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Я как причина-следственная связь наших мыслей, посылка. А еще раз. Причина-следственная связь, причем не только наших поступков, но и мыслей, посылок. То есть мысль по этому определению, она имеет возможность материализоваться, правильно? Да. Так. А причина-следственная связь, причина в чем кроется? Ну, наши намерения какого-то. То есть я слышала, например, такое, провести старушку через дорогу, да? И проведет хорошее действие, и должна повредить с тобой хорошую карму. Одна у нас, значит, зрение мироздания, это всегда так. Ну, наверное, еще разобраться бы с вопросом, кто этим мирозданием управляет. Но у старушки разные бывают. Это, конечно, благой поступок, да? А если старушке суждено, не дай бог, попасть под машину, а тут вы подворачиваетесь, и пролетающая мимо машина, которая намеревалась, если мы говорим о намерении, задеть, только старушку задевает вас. Кому из вас хорошо? А чья карма тогда работает? Окей, тоже мнение. Пожалуйста, здравствуйте. У каждого правда своя, Да, вот доля, она где-то есть, а о чем это? Помочь кому? Помочь, конечно, всему нужно. Помогать надо. Помогать, конечно, надо, тем более в условиях нового времени. Мы все понимаем о том, что единственный язык взаимодействия друг с другом это действительная помощь. И самая главная помощь, которую мы можем оказать, это сами себе, по той простой причине, что не оказав помощь самому себе, глупо бросаться в открытые ворота, и глупо пытаться что-то изменить в жизни. И мы всегда начинаем с себя, мы всегда начинаем с мысли о себе, мы всегда начинаем с ощущения самих себя, вот еще где мы есть настоящие, и вот с этим поразобраться. Ну, понятно. У кого есть еще какие-то определения кармы? Очень интересно, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, это энергетика человека, которая его окружает на протяжении всего его жизни, как она работает, как он взаимодействует со всеми. Класс. А она окружает человека только в этой жизни, или, может быть, как-то она приходит из прошлых жизней? Наверное, во всех его воплощениях. Во всех воплощениях. Вы считаете, что человек не в состоянии отработать карму, да, в каком-то из воплощений? Состояние, но для этого ему очень много усилий потребуется. Класс. А это хорошо или плохо, когда требуется много усилий? Мне кажется, это прекрасно, в любом случае это. Ну, хорошо, да, круто. Я вообще, конечно, ни разу не просветленный, так надо мной нет никакого нибы ни в коем случае, по той простой причине, что я самый обычный человек, и мне присущи все возможные виды кармы, я этому радуюсь. А есть ли человек, который поборол свою карму, есть ли среди нас человек, которым можно, собственно говоря, восхититься, когда его путь изменен, когда путь трансформации совершен, и когда есть четкое определение того, что карма осталась где-то за его сильными или за ее прекрасными плечами? Нету? А я хотел просветлиться сегодня рядом с этим человеком. Зря приехал. Шучу. Сангуру говорит о том, что карма — это действие. Я считаю, что вся наша жизнь — это действие. Вся наша жизнь — это выбор. Вопрос в том, с чем мы приходим в эту жизнь. Если мы размышляем на тему кармы, которая передается из поколения в поколение, если мы думаем о том, что карма нарабатывается, отрабатывается, и мы все, как крысы, бегаем по кругу, начинаем свою жизнь, заканчиваем свою жизнь, мы приходим с обязательными проблемами, мы приходим с обязательными задачами отработать свою жизнь, как когда жить в таком случае. Индуисты большие молодцы. Они придумали, что если не повезло в этой жизни, повезет другое. Как быть нам? Что нам делать? Куда бежать? Творец един, я с вами согласен. Я надеюсь, нас не закидают помидорами. Вы абсолютно правы. Конечно. Конечно. Но вот у меня вопрос тогда, кто эти трудности создает? Мы их сами себе создаем, или мы приходим в эту жизнь с определенными трудностями? Скорее всего, скорее всего. Скорее всего, это, конечно, это есть разные версии. И, скорее всего, в данном, мы приходим сюда врачи, какое-то испытание, для очищения, что ли. От чего чистится-то? Очищение, наверное, да, вот, слушай, вода, это, чтобы вас убали, или наши крепкие льда, не знаю, не так попадая, кто-то. Вода поражения Иисуса, когда он сказал, что все добрые, но он понимает, что он добрый. Кто здесь себя считает добрым, как Иисус? Поднимите руку. Не сознаются. Хотят быть злыми. Злым быть проще. Злым быть выгоднее. Злым быть удобнее. Ой, какая была карма у Иисуса интересная. Да, на самом деле, на самом деле, это вот это перевод, я прошу прошу новых всех христиан, а его имя из арамейства, как на частных водах, в древних языках, переводится льешуа, а шла, то есть у фашей. А шла, нормально, я слышу, это вечно преливающий солнечный свет. Круговорот. Круговорот воды в природе. Ну, действительно так. Карма напоминает, да, вот этот круговорот воды в природе. Мне очень нравится позиция Саатгуру, которая говорит о том, что на самом деле карму мы создаем, карму мы трансформируем, с кармой мы работаем, мы действуем, мы можем действовать, можем не действовать, но весь главный секрет кармы заключается в том, что кармы нет. Сейчас вы меня загоните в какие-то девыри, я потом из них только с фонариком выйду. Я буду ориентироваться на ваш белый пиджак. Ну, хорошо, да. Давайте я все-таки расскажу свои мысли на эту тему. Карма – момент трансформации. Как только человек понимает, что внутри его самого что-то произошло или внутри ее самой и есть ожидания вот этой кармы, есть понимание того, что ты совершил плохой поступок, ты совершил нечто, за что ты пострадаешь, тебе обязательно прилетит. Бывает такое, да, когда вы внутри себя понимаете, что как-то пошли против себя, как-то сделали какой-то момент выбора, он не соответствует вашему истинному намерению, вашему истинному желанию, и когда вы получаете какой-то определенный негатив в свою сторону, вы говорили, ну да, я знаю, за что мне это бывает такое, поднимите руку, у кого это бывает. Ну это как раз вот то колесо, в которое все время часто попадаешь. Он говорил о том, что надо оседлать эту карму и владеть этим колесом, как велосипедом. А когда ты все время попадаешь под колесо, ты начинаешь всех винить. Сангору сказал? Да. Класс. А еще как раз у четырехуровных карм. Ну подождите, мы подойдем к этим городу. Мы же только начинаем. Мы же только еще вот залезаем на велосипед, на трехколес, на четырехколесный, чтобы он поустойчивее был. Карма – это определенная программа. Карма – это матричная система. Карма – это родовые программы. Карма – это то, с чем мы приходим изначально. Карма записана на кристалле нашей души, и мы попадаем на этот свет с определенным желанием, с определенной задачей нашей души. Мы вырабатываем и понимаем, где, в каком месте нам родиться, в какой части света, какую маму, какую папу выбрать или вообще расти без мамы и без папы. Все то, что нам дается в жизни, это необходимо нашей душе. Вопрос – зачем? Ответ – просто так. Потому что дается человеку ровно по себе, а силам человеку дается ровно столько, сколько он в состоянии выдержит. Никогда творить не позволят человеку справиться с непосильной задачей. Человек волен принимать собственные решения, человек волен отказаться от того или иного предназначения, человек волен лишить себя жизни сам. Момент силы – это момент слабости, момент эгоизма, эгоцентризма или чего бы то ни было еще. Мы оставим этот разговор, мы оставим этот выбор каждому человеку думать, не думать о своем будущем, но всегда есть понимание того, что в конце тоннеля будет ясный свет и очень здорово, если мы его видим, если мы ориентируемся на этот свет, а если нет, как жить и для чего жить. Если есть понимание того, что все происходящее, как вы говорите, иллюзия и нет света, нет темноты, нет ничего и нас по сути нет. Вопрос самой жизни, вопрос ощущения себя в этом пространстве, кто по-настоящему живет, кто дышит. Давайте попробуем. Мы сядем спокойно, расслабимся, мы выпрямим спину. Давайте, выпрямляйте позвоночник, это полезно. Мы прикрываем глаза, пустой, спокойный экран перед глазами, мы будем воспринимать его как матричное пространство, мы почувствуем себя живыми по-настоящему, мы почувствуем возможность, что называется, единение друг с другом, единение с Творцом и с тем уникальным даром, который есть внутри нас, внутри каждого. Мы делаем глубокий, спокойный вдох нос, плавный, ровный, мы вверх, как то. мы делаем глубокий, спокойный вдох нос и плавный, ровный, выдох вверх. Мы откидываем проблемы с сегодняшнего дня, нас не беспокоит то, что будет завтра, мы забываем свои обиды, сомнения, мы оставляем их где-то за стороной, мы позволяем себе время, мы позволяем себе возможности, мы разрешаем себе быть спокойными, уравновешенными, чувствовать друг друга, заботиться друг о друге. Мы позволяем себе жить. Постепенно открываем глаза, рассеянный взгляд в пол, поднимаем глаза, казалось бы да, глубокий вдох, глубокий выдох и мы все понимаем, что мы живы пока еще. Смерть мы расцениваем тоже как некий переход. Но безусловно, есть люди, которые утверждают, что жизнь одна и нужно ее прожить так, чтобы не было мучительно больно или обидно за бесцельно прожитые годы. В конце жизни людей ожидают большой сюрприз. Особенно при перевоплощении человека, о чем тоже говорится от гуру. Мне нравится его позиция по поводу того, что он действительно периодически обращается к Бахакавадгите, но у него есть собственное представление, собственное чувствование того, как это все работает. Карма рассматривается как большой жизненный сценарий, который кем-то написан. Ну, как обидно, да, понимать, что мы проживаем чью-то жизнь и что роли распределяются, собственно говоря, без нашего спроса. Что мы не присутствовали на кастинге, мы не выбирали, кого мы хотим играть, мы не выбирали предлагаемые обстоятельства, мы просто проявились где-то в каком-то теле, который якобы выбрали за нас, за нас выбрали все, и нам в этой жизни нужно просто барахтаться, отстаивая свою точку зрения, доказывая свое становление в этой жизни. Обидно, нет? Карма, да? А как быть по-другому? Кто верит в то, что сценарий собственной жизни можно переписать? Так мало людей. А что же сделать другим? Жить так, как придется, жить по чьему-то велению и по чьему-то хотению? Нет, карма — это штука, которая действительно происходит внутри каждого из нас. Это момент осознанности, это момент восприятия, это момент действия и бездействия одновременно. Карма — безусловная данность, но данность — еще и то, кем мы являемся по своей сути. И самый главный, самый ценный вопрос для того, чтобы мы могли переходить к пониманию кармы и к пониманию вообще жизненного пути, это самоопределение, самоидентификация. Кто мы по сути? Кем мы являемся и что мы закладываем в свою жизнь? Насколько мы близки к себе, насколько мы себе верим, насколько мы себе доверяем и насколько мы имеем право заниматься именно собственной жизнью? Насколько мы имеем право менять судьбу кого-то другого, не начав с себя? Нам так здорово раздавать советы направо и налево, а ты сделай то, а ты сделай это, а я тебе говорил, а я тебе говорил, и не ходи направо, не ходи налево. И как сложно столкнуться с отражением в зеркале и просто-напросто сказать самое простое, что может быть в этой Вселенной, на этой Вселенной Сказать, я себя люблю Кто из нас может сказать, я себя люблю В настоящем Я думаю, что к концу нашего разговора Будет лес рук Как в школе Это очень сложная задача, действительно Потому что Для того, чтобы полюбить себя, важно понять Кем мы являемся по своей сути И кто мы есть на самом деле Понять свое предназначение и принять Свои, наверное, какие-то теневые стороны Принять свои негативные качества Которые, ну вот, есть как данность Если они мешают нам Это одна история Если они мешают другим Это уже проблема нас самих Потому что мы живем в определенном социуме Потому что мы живем в мире Где, ну, собственно говоря, один в поле не воин Но это тоже, наверное, определенная карма Это тоже, наверное, определенная задача Наверное, карма наших родителей Наверное, нормы нашего воспитания Наверное, все то, что закладывается в детстве Нашими мамами, папами, бабушками Прабабушками Теми людьми, которые являются для нас Безусловными лидерами и авторитетами Возможно, мы проживаем их жизнь Возможно, мы проживаем их судьбу И тогда где наша карма? Карма в том, чтобы жить не свою жизнь Карма в том, чтобы опираться на опыт чужих людей Карма в том, чтобы опираться на знания учителей Где карма? Где наша личная карма? Где понимание кармы? Где представление кармы? Насколько мы присутствуем или отсутствуем в этом понимании того, что карма есть действие? А что такое действие? Давайте порассуждаем на тему Что такое действие? Что такое действие? Вы сегодня же сегодня пришли сюда, да? Вы совершили некое действие? зачем вы это сделали простой вопрос зачем вы пришли я вас не прогоняю любопытство это круто на любопытство есть интерес хорошо пожалуйста еще ответы но есть же какой-то сакральный смысл в том что вы совершили о круто повеление интуиции знание получить сначала не понимаешь потом потом через пару месяцев я начала это просто знаете когда я читаю книги что это истина ее закрываю больше никогда не возвращались к этому к этой книге что такое истина как может человек другому человеку истину мне кажется что это заблуждение мне кажется что это иллюзия пришли понять и вам желаю понять после прочтения этой книги на самом деле о собственном предназначении мы всегда резонируем с тем знанием стой как вы говорите истины да и действительно мы получаем самый телесный отклик когда что-то внутри нас отражается это здорово если тут садгуру отражается в вашем представлении вашем понимании он в этом смысле большой волшебник он умеет сонастроить определенные точки он умеет ввести в определенное состояние вся магия вся практика и вся мистика заключена во в суде чем более абсурдно понимание того что вы изучаете в какую степень вы погружаетесь тем больше от этого толка знаете что такое абсурд что простите да иррациональность да конечно определение истины это это игра ума или или игры чего я вот не понимаю я вообще не умею думать я так завидую людям которые умеют думать у меня единственное чувство которое чувство я думаю чувством переживаю чувством я настраиваюсь на чувство и мне кажется это очень здорово потому что горе как известно от ума но я не навязываю никому свою точку зрения и действительно когда мы понимаем телом что это наше место это наш человек это наше знание когда рука невольно тянется за определенной книгой чтобы открыть ее перелесной странице погрузиться в процесс и получить вдруг ответы на свои вопросы то не задача и и заслуга тех мастеров которым мы обращаемся это целиком и полностью наше заслуга это целиком и полностью наша задача потому что наша рука тянется к тому или иному произведению к тому или иному труду мы очень часто любим говорить какой крутой мастер какой крутой учитель но мы совершенно забываем о том что это наш выбор что мы собственно говоря своими руками, своим чувством, своим сознанием прикасаемся к той или иной информации. Наверное, так. Проблема человечества целиком — это, наверное, заниженная самооценка. Она очень сильно проявляется в определенных обстоятельствах, в определенном менталитете. Я ни в коем случае никого ни с кем не сравниваю, но я понимаю, что очень мало людей, которые собой довольны, которые уверены в себе, которые в состоянии рассуждать на тему, на которой рассуждается Адгуру, и говорить о тонкостях мирового устройства, о тонкостях мироздания. Он просто себе разрешил, он просто разрешил черпать эту информацию, он просто разрешил себе и вделиться. Но мы каждый из вас сами по себе саду-гору. Мы каждый из нас способны переписывать сценарий своей жизни. Мы каждый из нас знаем определенный ответ. Задавая вопрос, мы уже убеждены в том, что мы предпримем некоторые действия для того, чтобы подойти к своей цели, к цели как желаемому результату. Здорово быть последователем великого учителя до определенного момента, пока ты не понимаешь, что не то, что ты бы его перерос, не то, чтобы ты перестал верить, не то, что ты перестал почитать его истину, но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе не нужны учителя. В какой-то момент ты понимаешь, что у тебя есть прямой проводник, прямая связь с Творцом, и тебе для этого не нужны никакие посредники. Но понятное дело, что когда есть определенное коллективное бессознательное, и сознательное нам нравится находиться в местах условно называемых сектами, потому что там все такие счастливые, радушные, потому что вкусно кормят, потому что все всегда придут на помощь, потому что вроде как мы не сумасшедшие, да? Но один-то мы сумасшедший, а если нас двое или трое, то все, как мы можем быть психами. А чем нас больше, тем мы больше уверены в том, что наша вера единственная верная. А потом наша вера поглощает другую веру, потому что та вера претендует на нашу веру. И вообще нам всегда мало места, мы всегда хотим расширения. У нас есть своя большая страна, у нас есть своя большая земля, но нам мало, мы хотим больше. Возможно, это кармический аспект проявленного и непроявленного, возможно, это какой-то эгрегор, к которому мы подключены, который напитывается, который желает, у которого совершенно отсутствует чувство насыщения. Возможно, ему всегда мало, он перестает насыщаться. Это определенная болезнь, когда ты не можешь остановиться, когда вся информация заходит в тебя. Тебя разрывает эта информация, ты перестаешь ее усваивать, ты впискиваешь ее, ты уже не осознаешь тот поток, который входит в тебя, тебе все время мало, ты попадаешь уже в определенную зависимость. Ты начинаешь мистицировать и все видение этой жизни приводить к какому-то общему знаменателю, подытоживая некий момент абстракции. Когда мы успокоимся, скажите, когда мы найдем в себе силы понять, что все целиком и полностью в этой жизни зависит от нас, когда все нам дается не за что-то, а для чего-то, когда мы повзрослеем. Когда найдем себя и успокоимся. Но вы же вот сидите тут, где, 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 кто? Вы же стоите тут. Как на себя найти? Вот в зеркало подойдите, вот он. Для этого нужно опознать себя, опознать свои внутренние ощущения эмоциональные, уметь научиться с эмоциональными комплексами, какими-то остановить их внутри себя. Ну, принять себя и полюбиться, да. Все будет честно. А когда это будет? Через сколько? Через 5 лет, через 10 или следующая жизнь? Уже здесь и сейчас. Ну, так что вам мешает? Нет, нет, не мешает. Ну, так а вы перечислили такой огромный список послужной, что пока с этим совсем разберешься, уже 95 будет. Да, люди не готовы познавать себя. Люди боятся... Да почему люди-то? Давайте, это вы говорите про себя. Почему люди-то? Нет, я тоже боялся, допустим. Вы стоите и за всех рассказываете, что люди боятся. Кто боится? Люди. Ну, правда. Это то, о чем я говорил вначале, что мы всегда решаем за всех. Мы всегда знаем, что нужно другим, но никогда не знаем, что нужно нам самим. Нам нужно разобраться в своей карме, наверное. Но это не точно. Максим, спасибо большое. Это еще не все. Я понимаю, я хотел спросить просто, а как же вот подойти к тому, чтобы как-то все-таки на карму влиять или, не дай бог, даже управлять ей? Но это надо купить книгу, саду-гуру, карма, как стать творцом своей судьбы. И все станет понятно. Здесь нигде не написано, что это единственная прописная истина. Эту книжку можно читать, ей можно довериться, поверьте. Она не убьет током и не заведет вас в сектанство. Подумайте о невероятном разнообразии жизни и о том, что все это состоит лишь из пяти элементов. Мы видим, вокруг миллиарды проявлений жизни не существует двух одинаковых людей. Откуда же берется такое умопомрачительное разнообразие? Дело в том, что элементы наделены высокой восприимчивостью и способны перенимать память. Со временем в каждом из элементов собирается некий пласт информации или то, что мы называем кармической субстанцией. Не будь этих различных пластов, каждый человек не был бы столь уникален. Таким образом элементы играют ключевую роль в формировании кармы. Здесь саду-гуру говорит об индивидуальности. Но он опять-таки обезопасивает нас некими пятью элементами, чтобы нам было на что опереться и чтобы нам было за что зацепиться. Нам всегда нужна подмога, нам всегда нужна опора. Любая информация, которую мы получаем, она должна быть принята, осознанно и переварена нашим умом. Тогда мы не боимся этой информации. Если нам сказать, что кармы не существует, мы этого очень сильно испугаемся и побежим от себя прочь. Давайте вдумать, что она есть. Давайте думать, что она внутри каждого из нас. Давайте думать о том, что мы можем менять свою судьбу. Давайте думать о том, что мы можем принять своих родителей, которых мы не любим, у которых у нас есть претензии. Давайте примем своих родителей, свою маму, свою папу. Давайте им скажем о том, что мы были неправы. Давайте мы скажем, что мы такие, как есть, и нечего от нас требовать то, чего в нас нет по сути. Мы имеем право на свои ошибки, мы имеем право на свое представление. Мы имеем право любить и быть такими, какими мы считаем нужными А не такими, какими они нас задумывали И какими они нас создавали Это их карма, это их опыт Почему мы должны всегда к чему-то или кому-то соответствовать? В какой такой момент в нашей прекрасной жизни появляется кто-то, на кого мы хотим быть похожи? Почему каждый раз в нашей жизни мы желаем опереться на человека Ради которого мы живем, по сути, никогда его не понимают Почему мы устраиваем свою жизнь с нелюбимым человеком? Ну да, бы просто не быть одному или одной Мы живем в абьюзных отношениях Мы воспитываем наших детей, ненавидя их, называя это любовью Мы вкладываем всю свою жизнь в то, что ребенок станет самым лучшим, самым счастливым Что он получит всю ту информацию, которую мы видим и которую мы закладываем в него изначально Он вырастает и говорит, что я тебя об этом не просил А мне это не надо У нас есть претензии к собственным родителям Когда мы вырастаем, мы говорим, что ты меня не так воспитал или ты меня не так воспитал Мы всегда сталкиваемся с моментом конфликта Мы всегда сталкиваемся с моментом какой-то внутренней войны Какой-то агрессии, направленной внутрь нас самих Агрессия, направленная внутрь нас самих, всегда разрывается. Она всегда вылезает наружу. Мы всегда зарабатываем, мы всегда нарабатываем в себе негативный опыт, негативные жизненные ситуации, которые происходят внутри нас. Все мысли, все знания не наступают в тишине. Они приходят в абсолютно умиротворенном состоянии. Нам, по сути, никто не нужен. Вы можете это представить? Мы приходим в эту жизнь, мы уходим из этой жизни. Когда человек умирает, ему не до кого. Да, безусловно, близким необходимо быть рядом с этим человеком, необходимо попрощаться, необходимо подержать за руку. Но этот человек делает это для себя, чтобы не взращивать потом чувство вины, чтобы сам перед собой ты был чист. Но человеку, совершающему переход, уже нет ни до кого дела. Он уже заглядывает одной своей стороной во что-то новое, во что-то очищенное, во что-то светлое. И во что-то проявленное дворцом. Как-то так. Спасибо большое. Дорогие друзья, если у кого-то еще появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можно спросить. То, что давно хотели. Карма – это сценарий жизни. Вы как хотите, так и прописываете свою жизнь. Если для вас это белое, а это черное, вы создаете свою собственную карму. Если я не верю, я не верю, что Бог мог создать арка. Я не верю. Нет, почему, почему, как? Ну, я, наверное, я уважаю все религии, безусловно, все конфессии. Ну, понятно, что ад на земле, и он внутри нас. Мне кажется, что момент разделения, момент неприятия своей, в том числе теневой стороны, момент темной силы, которую мы не принимаем, да? Мир, он дуален. Это же всем понятно и всем известно. Нет плохого и нет хорошего. Есть наше отношение к происходящему. Так и слава Богу, слава Аллаху, что вы не верите в то, что есть ад. Это ваше право. Что я должен на это ответить? Дорогие друзья, давайте не будем угубляться все-таки в теологический спор. Это вопрос, стараемся формулировать максимально лаконично. Поэтому, если они появляются, да, спрашивайте. Пожалуйста. Может, вы знаете какие-то методы или техники по воплощению индустрия кармы? Ну, либо ее перед записей, либо... Да, конечно, об этом, конечно. Это смысл и цель моей жизни. И я работаю над тем, чтобы переписывать сценарий собственной жизни прежде всего. И, безусловно, есть наработанные программы, которые существуют. Я их продвигаю. Я ими занимаюсь. Сейчас я этот глоточек воды сделаю. Позволите. Молодой человек был прав абсолютно, да, по поводу того, чтобы докопаться до собственной глубины, нужно перерыть достаточное количество собственной жизни. Важно понять, в чем твоя проблема. Важно понять и осознать, что это действительно является твоей проблемой. Я всегда ориентируюсь на боль человека, поскольку ориентируюсь всегда от собственного опыта, не навязывая его. Но структурируя и понимая рабочие модели, собирая инструменты, которые действительно позволяют тебе, что называется, очиститься. Что называется тебе, что называется, переписать этот сценарий, да, переиграть эту карму. То есть выполнить все ее условия, выполнить все ее закрытые штальты, как сказали бы психологи. Карма — это программа. Это определенная запись. Плохая карма — это сбой в программе. Но сбой в программе проявляется тогда, когда ты перестаешь следовать заданному направлению, чтобы определиться, какое твое направление. Твое направление — это место, где тебе легко, радостно, спокойно, комфортно, где ты любишь, где ты любим, где ты реализуешь себя, где у тебя нет проблем и претензий к самому себе в первую очередь. Важно понять, чья действительно, это условно назовем, это карма, я называю это программой, кому она принадлежит, это мамина, папина? Или это кого-то неупокоенного, кого-то изгнанного из твоего рода в седьмом-девятом колене? Кем ты являешься? Чистильщиком рода, первенцем или человеком, на которого нацелены определенные силы рода, которые желают, чтобы вспомнили. Задача рода всегда быть в уважении, быть признанными, задача рода всегда иметь свое продолжение. Очень часто бывает последний в роду, очень часто бывают моменты, на котором люди, на которых род прекращает свое существование, он стирается. Такая отработка кармы тоже существует. Вариантов масса, вариантов много. Важно правильно к этому подойти, и важно почувствовать, куда подойти. Ответы есть всегда. Как только вы будете готовы получить этот ответ, вы его обязательно получите. Придет время, придет понимание, и придет та ясность, и придет тот верный выбор. Помните, как направо пойдешь, налево пойдешь? Прямо там предупреждают. А в нашей истории никто никак не предупреждает. В нашей истории, в истории нашей кармы вы все понимаете эмпирическим путем. Здесь вам дали по башке, здесь вас по голове погладили, здесь вы получили, здесь у вас отняли. Садимся, анализируем. И вот для чего нам нужен прекрасный ум. От него хоть какой-то должен быть толк, правда? Чем вырабатывать стратегии, рассказывать, как нам выстраивать свою жизнь, с кем нам быть, кто нам выгоден в дружбе, кто нам выгоден в работе, как мы себя поведем в этой ситуации, в другой ситуации. Все гораздо проще. И если слушать себя, если понимать, что такое хорошо и что такое плохо, касаемо вас самого, нас самих. Представьте себе огромное полотно, вы на котором домашнее задание, можете сделать это все. Зачистка своей кармы, понимание, осознанность того, что происходит в вашей жизни. Сделайте рисунок. Ну вот как дети делают. Они рисуют там цветочки, почки, маму, папу, деревья, машинку. Нарисуйте все то, что вы считаете нужным, все то, что происходит. Сделайте такой рисунок, сделайте такой набросок, все, что хотите, все, что вам приснилось, все, что вам привиделось, все, как вы чувствуете. Возьмите паузу, отложите этот листок, а потом попробуйте подойти и посмотреть на него уже с другого угла зрения. Увидеть картину целиком, бросить его под ноги. Очень важно менять угол зрения, менять угол восприятия того, что происходит в вашей жизни. Жить как конь с зашуренными глазами, видеть цепью, тупо к ней берите. Безусловно, в конце концов, вы рогом упрётесь в эту цель, если она вас не раздавит, или если вы не упадёте, как, ну, скошенная травка. Потому что сила на исходе. Вся жизнь, она происходит вот где-то здесь. Справа, слева, сзади. Сзади очень много всего происходит. Сзади какая-то глубинная информация, сзади нас поддерживают, сзади мы никогда не бываем одни. В интересах нашего рода наше счастье, успех, процветание и благополучие. Продолжение этого рода. И потом, через некоторое время, посмотрите на этот рисунок. Посмотрите на этот рисунок, как на собственную жизнь. Постарайтесь его почувствовать. Постарайтесь мыслить через абсурд. И понять, кто где. Почему веточка голая? Почему деревце висит в воздухе? Почему вода вышла из берегов? А почему солнышко такое полупрозрачное? А почему вы без головы, или без рук, или без ног? А что за адская машина стоит на дороге? А почему вы не чувствуете что-то, то, что должны чувствовать? Вы отсматриваете этот рисунок, вы обращаете внимание на то, что вас не устраивает. Вы понимаете, что вы хотели бы извинить, вы понимаете какие-то новые вещи, на которые были закрыты ваши глаза, вы начинаете смотреть на происходящее совсем по-другому. И потом возьмите и перерисуйте этот рисунок так, как вам хочется, так, как вы задумали, так, как было бы круто, так, как было бы жизненно, чтобы там был свет, чтобы там была форма, чтобы там было содержание. Этот момент называется трансформацией. мы берем негативный опыт, мы берем наставников круглого стола, мы берем наших союзников, мы берем проблемы, обиженных нами, тех, кто нас обидел. И трансформируем. Мы создаем свою жизнь так, как мы ее видим, так, как мы ее хотим. Попробуйте сделать рисунок, отложить его, и потом на него очень трезво и внимательно посмотреть, используя наш ум, и попробовать переделать его. Сделать его так, чтобы всем было хорошо. Самое ключевое, это чтобы всем было хорошо. Карма работает таким образом, она очень экологична. Любой персонаж из вашей истории, любой персонаж из вашей жизни должен быть доволен. Любой человек, взаимодействующий с вами, должен быть доволен. Тогда карма вас не касается. Как только вы понимаете, что вы это делаете с выгодой для себя, но ущерб для другого человека, все ломается. Карма усугубляется, усугубляется проблема нашей личной жизни, усугубляется качество нашей жизни. Самое главное, чтобы все были довольны. Наверное, это такой основной девиз. На мой взгляд. Но может быть, все и совершенно иначе. Кто знает. Спасибо. Да, пожалуйста, спрашивайте. Скажите, пожалуйста, вы говорите о карме, автоматически получается, что вы верите в регонацию души, это характеристрический вопрос. Да. Слышали о Майкл Ньютон, его путешествия души, преображения души и так далее. Так, и что Майкл Ньютон говорит? Про ваше мнение? Душа преображается, безусловно, как и все мы. Душа меняется, душа трансформируется. Безусловно, есть практики регрессии, когда мы видим себя в опыте прошлой жизни. Безусловно, некие кармические штуковины мы тащим из своих прошлых воплощений все наши страхи. Дикие страхи, животные страхи, инстинкты. Вдруг мы боимся воды, вдруг мы боимся животного, вдруг мы боимся замкнутого пространства. Все фобии, большинство фобий, я не буду утверждать, что все это отголоски наших прошлых воплощений. Момент смерти записывается на кристалл души очень хорошо. Наше тело всегда дает отклик, когда мы видим, когда мы вспоминаем не головой, чувством, как мы были убиты. Мы можем смотреть спокойно кино, мы можем ржать над ужастиком, потом что-то произойдет совсем такое, ну, совсем милое. По сравнению с происходящими в фильме. И от этого мы вздрогнем, от этого нам станет нехорошо и не по себе. Мы встречаем свои синастрии, мы встречаем людей, с которыми у нас не закрыты кармические долги. Ну, те, кто верит в корму и в долги. Мы отрабатываем, мы взаимодействуем, и потом мы растворяемся, мы исчезаем в пространстве. Наверняка же у вас были случаи, когда вы встречаетесь с человеком, я настолько родной, настолько близкий, вы идите из одной тарелки, вы спите в одной кровати, это мой лучший друг, это моя лучшая подруга, а потом что-то в вашей жизни происходит, и человек очек. И как не было в вашей жизни? Бывало же такое у многих. Человек не появляется, человек не проявляется, и вы ни о чем, ничего о нем не знаете, там, или они не знают. Дверца закрылась, и вы пошли дальше. А бывают родственные души, и вообще кровь не определяет родство души. То, что вы родились в определенной семье, у определенного мамы, папы, брата, дяди, это могут быть все чужие, тетки и дядьки. Несмотря на то, что они вас воспитали, кормили, растили, давали вам все самое лучшее, но они вас не понимают. Вы разговариваете с ними на другом языке совершенно, вы для них там белые вороны, или кто там, инопланетянин. У них свое представление о жизни, вы никогда не сможете их убедить, и доказать в том, что вы видите по-другому. Ну вы кто там? Вы странные, странные вы как-то так. С другой стороны, все ваши братья или все ваши сестры, они такие вполне нормальные, адекватные, скопи, дамок, все хорошо. Бывает, когда души встречаются, и тело дает первый отклик. Когда ты встречаешь свою высшую синастрию, когда ты встречаешь свое высшее воплощение, когда вы много лет, много жизней, возможно, пересекались, ты чувствуешь это тело. У тебя подкашиваются ноги, тебя бьет озноб, поднимается температура тела, ты ничего с собой не можешь поделать, ты понимаешь, что ты видишь человека в воплощении первый раз, но ты четко знаешь, что вы уже знакомы. Такой бывает, лайтовый вариант, такой бывает в общении с человеком. Когда вы видите человека первый раз, но говорите с ним на одном языке, и такое впечатление, что вы знаете друг друга, но 5, 10, 15, 20 лет, да? Все так легко, все так понятно. Мы вспоминаем, мы всегда ищем тех, кто были самыми сильными в нашем роду. Мы ищем в этой жизни тех, с кем нам было всегда по-настоящему хорошо. Мы ищем в своей жизни то наше воплощение, когда мы себя абсолютно принимали, любили, были с собой довольны. Мы вообще занимаемся в этой жизни поиском себя. Мы тратим на эту жизнь, мы рождаемся, мы ищем себя, мы умираем, потом мы перерождаемся, мы забываем о нашем воплощении, мы забываем о себе и все снова, и все сначала. Может быть, пора это уже отменить? Может быть, в конце концов, уже принять себя такими, какие мы есть? Может быть, пытаться действовать, поменять свою жизнь при всех своих возможностях? Вся наша жизнь построена на нашем выборе и на понимании того, что нерешаемых ситуаций нет. Нерешаемая ситуация одна, когда мы оказываемся на смертном отре. В этой жизни мы больше ничего сделать не сможем. А в остальных есть наша лень, есть лже-гуру, есть лже-наука, есть все то, что отдаляет нас от самих себя. Есть прекрасная работа психоаналитика, когда в психологию, сейчас я обязательно дам слово, когда в психологию лезут те люди, которые не решают свои проблемы и как сладко, как приятно решать проблемы другого человека, правда? Нежели чем заниматься собой, как раздавать советы направо, налево, а потом встречаться с собой и думать, ну какой-то кошмар, где же счастье в этой жизни, какая у меня тяжелая карма, в следующей жизни повезет. А откуда вы знаете, что есть следующая жизнь? Знаю. Я в это верю. Это моя вера. Я ее не навязываю вам. Вы можете жить, представлять эту жизнь как угодно. Я знаю. Я их видел. На пустом спокойном экране мы делаем глубокий спокойный вдох нос и плавный выдох ртом. Мы погружаемся в определенное состояние и путешествуем к кристаллу нашей души, на котором записывается вся информация о наших воплощениях, о опыте прошлой жизни. Что-то вроде медитации. Или выход из тела. Ну все вместе. Все вместе. И медитация, и выход из тела, и выход. Но я не выхожу из тела, я вхожу в тело. В свое тело. В эфирное, энергетическое, ментальное. Вся информация внутри нас. Это астральное путешествие. Ой, я не знаю, что такое астральное путешествие. Это, наверное, далеко. У меня нету до денег на билеты. Я боюсь не вернуться. Максим, скажите, пожалуйста, а как правильно разговаривать с самим собой, чтобы все-таки... Молча. Это понятно, но, может быть, когда уже строится эта мысль, как и... Вся истина приходит... Каким посылом к этому... Спасибо большое. Это очень важная тема, да. Вся истина приходит в момент тишины. Привет. То есть это нужно где-то закрыться в темном... Да, мне очень нравятся практики. Ну, наверное, я не буду сейчас говорить о ней. Да, действительно, мы понимаем себя, мы начинаем слышать себя. Вы наверняка посещали ракриты, випассаны. Вы наверняка посещали святые места. Вы наверняка уделяли время для того, чтобы отключиться от этого безумного мира и для того, чтобы прикоснуться к себе. Это, с одной стороны, очень смелый поступок, с другой стороны, это очень страшно, когда все представление о вас рушится на ваших же глазах. Прикосновение к себе это всегда внутренняя тишина, это всегда внутренний покой. Для этого, как вы правильно сказали, нужна медитация. Для этого нужно правильно контролировать и уметь дисциплинировать свое физическое тело. Для этого нужно уметь останавливать свой ум. Это огромная работа, которой практики посвящают всю свою сознательную жизнь. Потому что для многих жизнь, настоящая жизнь, она именно в этих состояниях. Она не здесь, в этом прекрасном книжном магазине, с этим прекрасным автором. Это всего лишь маленькая часть нашего глубокого проявления где-то там. Все наше стремление, вся наша кармическая задача, это по максимуму отработать свою вот эту вот тушку, да, и присоединиться к тем верхам, где все хорошо, где там, а там с Евой снова дружат. А? Где там? По-моему, здесь три этажа, но может быть крыша. Вот, у всего есть крыша, у всего есть определенные пределы, у всего есть определенные объемы, у всего есть определенные задачи. Я не знаю, попробуйте, попробуйте. Мне кажется, что все это только эмпирическим путем. Я пока сам не попробую, сам не прикоснусь, никому не поверю. Сколько бы меня в этом не убеждали. Я читаю карму садгуру и думаю, да, чувак знает, о чем говорит, видели, знает. А если бы я прочитал то, о чем я не догадываюсь, или то, что я не чувствую. Вот есть внутренние, когда вы соглашаетесь. Сами пробовали? Чего? Не точно говорите. Конечно, да. У меня есть целая школа, посвященная этому. У меня есть целая книга, посвященная этому. Конечно, да. А можно по поводу вашей школы? А подскажите, пожалуйста, туда попадают только какие-то избранные, или можно научить любого чувствовать? Я не знаю, кто такие избранные и кто такие забранные. Туда попадают люди, которые хотят разобраться в себе, которые хотят самостоятельно пахать, которые хотят самостоятельно развиваться, которые хотят набирать определенного опыта, которые хотят практиковать, медитировать, которые хотят познавать себя и понимать свое предназначение, наверное, так. Я не думаю, что это избранные люди. Я думаю, что это большие трудяги. Я думаю, что это суперреалисты, которые понимают, что никакую работу за тебя не сделает никто, кроме тебя самого. Это определённые смелые люди, которые прошли жизненный опыт, которые многое попробовали, немногое попробовали, которые погружаются в процесс и понимают, насколько это созвучно с ними, насколько происходит резонанс, насколько они получают необходимый результат. Я всегда говорю о том, что мы работаем для результата. Я в этом моменте эгоист. Я никогда не говорю про блага манны небесной и вообще какой-то вот, не знаю, там, ну что-то такое, вы с тобой меня поняли. Я всегда про конкретную. У тебя есть цель, у тебя есть задача, у тебя есть намерение, у тебя есть цель, как желаемый результат, ты приходишь за этим для того, чтобы это получить. Жёстко, строго, конкретно, по факту. Ты это получил, идём дальше. Спасибо. Да, пожалуйста. Я вот ничего не знаю о вас, хотелось бы узнать, вы расскажите немножко о себе и сколько вы времени этим занимаетесь, когда вы пришли. Сколько времени прошло? Лет, сколько? Я не знаю, могу ли я здесь о себе говорить, потому что я говорю о... О кратках, о кратках хотела, о кратках. Сколько вам понадобится, чтобы добиться результатов? Сколько времени понадобится? Ну, я в процессе. Ну, результаты определённые, конечно, есть, я этими результатами горжусь. А где? Вы в Индии где-то больше занимаетесь? Или где-то ещё? Почему? Я в Россию, в Санкт-Петербург переехал. Это хороший вопрос. Это затворничество, это всевозможные выходы, входы, поиски самого себя, прикосновения к той или иной конфессии. Это безумный опыт. Он безумный по-настоящему, потому что он не приносил никогда вот этого состояния понимания самого себя, состояния покоя, гармонии. На самом деле всё очень легко и просто. Мне был нужен мой папа, который попросил у меня обращения, который бы сказал, сын, я тобой горжусь. Это был мой первый результат. Самый главный, самый ценный, на мой взгляд. А всё остальное, магия, вуду, колдовство и всё это прочее, это всё-таки мелочи. Нам нужны абсолютно земные вещи. Мы можем существовать, мы можем звучать, и мы можем расширять самих себя только когда мы зачистили пространство перед собой. А мы можем зачистить пространство за собой, когда мы скидываем вот эти огромные рюкзаки, набитые камнями, претензии, обиды, когда мы совершенствуем и переписываем свой мир. А мир человека, он вот такой вот, это мама и папа. С этого всё начинается. Поэтому если есть претензии к родителям, папа — это всегда социум, мама — это всегда личные отношения, мы никогда не будем счастливы, какими бы они ни были, хорошими или плохими. Вот это осознание того, что всё элементарно, что всё просто, что необязательно совершать какие-то немыслимые переходы. Пробовать психотропные препараты, меняющие сознание, путешествовать за Карлосом Кастанедой и Доном Хуаном. Мама, папа, всё, с этого всё начинается. Вот с этого действительно всё начинается. С этого начинаемся мы, с этого начинается понимание. А до тех пор? Правда, просто. Действительно. Максим, спасибо большое, дорогие друзья. У нас время уже неумолимо подходит к концу. Не могу не спросить по поводу, Максим, ваших всё-таки литературных, творческих планов. Ждать ли новые книги, возможно, какие-то переиздания. Работаете ли сейчас над чем-то? Я вас потерял, вы откуда говорите? Я попринял место и писал как-то. Друзья, у меня вышел мой духовный ребёнок из меня. Называется «Книга с тела импата». Её можно скачать в приложении Литрес. В печатном варианте её нет, поскольку я засомневался в своём труде. Я записал аудиоформат, и я рекомендую аудиоформат, который записан моим голосом. Там есть мой жизненный опыт, там есть опыт моего становления, и там есть самые ценные мои практики, которые позволяют прикоснуться к самому себе или к самой себе. Наверное, это коротко и ясно. Спасибо большое, спасибо за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, аплодисменты, пожалуйста, нашему сегодняшнему самогонщу. Спасибо. Спасибо.